Дорогие соотечественники! Дорогие, великий, я бы сказал, гениальнейший русский писатель Михаил Евграфович Салтаков-Шедрин, как-то раз в одном из своих произведений задумался и написал. «Первейшей обязанностью власть передержавших является постоянное изумление обывателя». Ну, как парадоксально, его как точность. Какова точность вот этой формулировки? Ну, давайте посмотрим, насколько она универсальна. Берем, скажем, масштаб власть, придержавший. Одна из ветвей власти, мы знаем, это масс-медиа. Каждый день нас, обыватели, чем-нибудь и приводит величайшее изумление. То мы узнаем, что миллиард стырили, то мы узнаем, что город у нас весь захламлен, да тут и пресса-то не надо. Вот вышел на улицу, посмотрел, увидел. То мы смотрим, берем масштаб покруче. Визит Трампа, значит, поставил он западноевропейских обывателей всех в рядок, начиная с госпожи Меркели, кончая другими, в том числе и НАТО. Поговорил с ними, сказал, что каждый отныне должен платить сам за себя. Что вот этот вот колхоз, который наверняка нам очень похож на наш бывший СССР, если возьмем НАТО, то Варшавский договор, значит, уехал. Ну и Меркель возьмет и скажет, пора взрослеть. А депутат Европарламента Уда Фойкт прямо сказал, пора кончаться оккумпационным режимом Германии. И вот эти такие вещи нас изумляют каждый день. У нас в студии находится величайший мастер в области теории изумления граждан и великолепнейший знаток этих практик. Очень уважаемый, очень мудрый и не менее остроумный, чем великие писатели иные. Ну, ну, ну. Да, да, потому что, вы догадались, речь идет о Валерии Тиме Детском. Уже эта его фраза «ну-ну-ну-ну-ну» говорит о том, что куда умеешь ее мордевать, Валерий. Спасибо за приглашение. Мы тебя любим за это уважаемое. Спасибо за приглашение. Как вот Михаил Евграфович, ну, лет сто с Гаком тому назад, он же во времена Марио Нири где-то писал, где-то вот, а вот, как он как-то предусмотрел, вот все говорят, будущее планировать или не планировать, а вот он как-то усмотрел это будущее с удивительной точностью. Так мы же с тобой знаем, он же был еще и администратором, он еще руководил людьми, значит, знал толк в этом деле. А, ты имеешь в виду, что он был вице-губернатором в двух провинциях, единственный, честный, который знал все. И был, да, 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 и был большим знатоком управления, так сказать, и отношения к управлению. Ты помнишь, он же еще высмеивал и либералов-западников, и монархистов, так сказать, почвенников одновременно. Да, да, да. Поэтому он и не в первых. А они тогда были как и Альфа и Амега. Толстой в первых, Достоевских в первых, и на Западе, и везде. А вот Салтыков, мудрейший Михаил Евграфович, как-то вот все признают, да, да, конечно, он же там все такое, но вот в топах мы его не видим. Ну, это все стару как мир, сталкивания в России, допустим, да, еще в те времена западников и монархистов, почвенников, да, и либералов. А вот зато тебя в топе, вот десяти самых, так сказать, как там, то ли про Кремльевских, то ли какие, ты туда попал. Я читал... С чем я тебя поздравляю? Я не знаю, попал ли я туда, но если я попал, я бы гордился. Я читал то, что опубликовал наш бывший заместитель министра странных дел Валерий Асталеб, да, я не знаю, в оригинале я не читал, не знаю, достоверно ли это или нет, но он просто пошутил над тем, чем у нас занимается информационный центр НАТО, да, вместо того, чтобы рассказывать нам, какое НАТО хорошее, да, он выявляет здесь про Кремлевских или антикремлевских. Какие мы плохие. Да, ну, да. Тем не менее, так сказать... Но тебя в изумление это привело или нет? Вот я изумился. Несколько... Я знаешь, от чего изумился? Нечего делать ребятам, кроме писать вот такие списки. Ну, страна должна знать свои герои, во-первых. А во-вторых, списки всегда были под рукой, так сказать, и списки всегда составлялись. Эх, знал бы, я пригласил бы этих парней в бутусины, угостил и сказал, ребята, внесите меня в этот список, если меня там нет. Хотя список там очень спорный, там действительно очень много заблудших людей, там многие спорят. А кто по случайке попал в список контр, так сказать? Ну... А, да, по-моему, Андрей... Виталий Андреевский попал, я не знаю, но, может... Виталий попал? Да, 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 тоже. А за какие заслуги? Ну, тут два выхода. Или он крот, который заслан, так сказать, скомпрометирует евроинтеграцию. Да, да, да. Кремлевский крот, да. И его натовцы действительно раскрыли, да? Да. Или другая ситуация, значит, самая... Ну, для того, чтобы ввести заблуждение, как ты говоришь, изумить. Изумить великолепно. То есть, смотри. То есть, Михаил Графович Салтыков-Шедрин... Все предвидел. ...предвидел даже этот список и его изумление обывателя. Ну, таковы отличия гения, да? Его, так сказать, рукописи не горят. Они будут в любое время... А вот там у него еще, вот я просто так, по памяти, еще одно гениальное. Он в одном месте говорит, что... Говорит во всякой, говорит лужи, среди гадов в ней обитающей всегда найдется один. Всех прочих гадов своим и еройством, и доблестью превосходящий. Ну, это надо еще пояснить, что тогда, в те времена, гады-то не было такое ругательное. Нет, гады-то имеются в виду вот эти мальки, лягушек, жаб там, что-то такое. Ну, и как бы пресмыкающиеся, вот как бы... Личинки, комаров там... Ну, там и ящерицы, и лягушки, и так далее, и змей. Вот, наверное, он... Да, змей больше всего подходили, насколько я понимал. И он говорит, что всякой такой лужи, где вот эти пресмыкающиеся заводятся, и так далее, всегда найдется один. Есть самый такой крупный змей. Всех геройством, говорит, и доблестью своей превосходящей. Вот у нас, вот в городе, я смотрю, как-то и в Молдове немножко это правило нарушается. Вот появился один миллиард, изумил всех, миллиард исчез, и как бы его упекли. Второй изумил всех, родоначальник, вроде как тоже упекли. Так он и оттуда продолжал изумлять, вон, мусор этот и все такое, а подпись-то у него. Мне, на мой взгляд, не случайно... Что, неужели Михаил Евграфович мог промахнуться? Здесь, конечно, больше подходит другой садирик, Горин, да, когда он сказал, что, говорит, помнишь, это знаменитая история, говорит, до обеда были танцы, после обеда аресты, и потом решили совместить. До обеда была евроинтеграция, после обеда аресты, потом решили совместить. Да, и получилось так, что где-то 7 лет у нас делали евроинтеграцию люди, и половина их в тюрьме. И не поймешь, что они делали, или евроинтеграцию, или что-то другое, за что их посадили в тюрьму. Ну, и совмещали приятно с полезным. Или за что их посадили в тюрьму, сейчас надо выяснить, или за евроинтеграцию, или за то, чем они действительно занимались. Вот там рыбу разносили, мамалыгу в конвертах, так далее. И, наконец, вот третье как-то тоже, вот если уже мы Михаил Евграфовича Салтыковича Дрине заговорили как о глубоком провидции, пророке и мыслителе, вот у него есть еще такая третья, на мой взгляд, тоже очень глубокая мысль. Мы все считаем, что это чуть ли не народная поговорка, а ее автор Михаил Евграфович. И он сказал так, строгость законов завсегда компенсируется нестрогостью их исполнения. Вот тоже на все времена истина. Как вот ты считаешь, неужели вот те, кто сидят, ребята, жертвы строгого исполнения строгих законов? Ну, у нас даже, если говорить по щедрину, у нас даже Конституционный суд сколько раз изумлял. Да, знаете, Конституционный суд вообще принимал такие решения, от которых я видел там, новость приходила во время передачи, и сидели эксперты, и все были в обморочном состоянии. Да, они вот как-то пытались как-то, вот недавно один наш очень уважаемый эксперт даже прокричал, что пронистровцы должны уважать Конституцию. И я хотел его спросить, мы-то сами ее, при чем рекомендовать другим, мы-то сами ее уважаем. Уважаем то, что иногда у нас Конституция делает, как говорится, женщину приятную в всех отношениях, и по любому случаю. А этот эксперт не попал в этот список? Вот не помню, вот честное слово. Я не учил этот список, я просто себя там увидел. И обрадовался, и изумелся. Ну да, хоть жизнь прожила не зря, да. Поэтому да, вот к сожалению, это так, закон у нас, конечно, исполняется плохо, и мы это знаем, закон мы принимаем много, соглашение подписано. И весьма строгие. Да, 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 и соглашение подписано 900 страниц, не глядя, так сказать, не глядя. Вот когда спросишь, 900 страниц, все-таки знаешь, я однажды попал, я помню, на лекцию великого Ильяна Семенова, писателя, да, в Москве, да, учился там, когда, и вот он нам читал, и среди нас попался такой старый сторонник, видно, Суслова, марксист, он все-таки бросал цитаты из Карла Маркса, Ленина, а вот Ленин сказал это, а Карл Маркс пытался спорить с Семеном, и он сказал, что я всю жизнь уважал людей, которые прочитали всего Маркса. Да, 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 вот говоря, что Ленин Ильич Брежнев очень опасался Суслова, и очень уважал, потому что Суслова действительно, Ленин Ильич не любил особо там классиков читать, и когда ему там совали эти цитаты, да, он все время говорил, слушайте, выкиньте цитаты, ну кто поверит, что Ленин Брежнев почитал Маркса. Да, да, вот, не надо этого делать, он был больше практик, да, но вот есть такие люди, которые у них на каждый момент есть цитата. А тебя не изумляет, опять же, в плане изумления, вот, помнишь, у Салтыкова, Шедрина, вот, я перечислил три пункта, и если не понять им пункт второй, третий, то читай первый на счет изумления. Насчет изумления, да, да, вот. Мы это еще и с армией знаем, если тебе непонятно что-нибудь, читай пункт первый, начальник всегда прав, начальник всегда прав, как скажет начальник, так и будет изстолкован закон. Графович всегда прав, и так оно и есть. И вот здесь тоже как-то возникает, если не смотреть на все через очки, знаешь, помнишь, ты сказал, вот, Горина процитировал из барона Мюнхгаузена, когда там насупил боровки, такой строгий. А он говорит, барон, поднимая, говорит, посмотрите на это выражение лица, вот то, что ты цитировал, все подлости и мерзости делали именно с этим. Самые большие глупости, да, делались именно с серьезным выражением лица. Вот, Валерий, у меня вопрос, тебя не смущает, что очень многие из вот этих не сходят с экранов идеологов либерал-демократии в свои, не только молодые, а уже и зрелые годы, и книжки писали, и изучали. Мне Марк Качук поклялся, что ставила Тудор, или как историк которой. Марк поклялся, говорит, Виктор Иванович, он всего Ленина, говорит, с карандашом прочитал. А это вот что-то, унионизм и все прочее. Вот, и тебя не смущает, не изумляет вот такие трансформации, вот такие переходы плавные? Меня не изумляет, но, насколько я понимаю, да, судя по опросам и по рейтингам власти и нынешних политиков, они с перебором изумили, с изумлением перебрали. По-моему, уже население ни во что это не верит, да, и рейтинг упал. То есть ты хочешь сказать так, что когда переход количество качек, когда уровень изумительности превосходит всякие пределы изумления граждан, оно как бы перестает изумлять. Да, Виктор, просто трудно говорить гражданам, которые находятся в тяжелище, ну что вы можете сказать, что Кишинев европейский город, да, что мы идем в Евросоюз, когда у нас, извини, разносится вонь из неубранных этих самых, возле центрального рынка торгуют мясом и молочкой с залитой мочой этой самой мостовой, да, и я не хочу говорить вот такой сепаратистский, антиевропейский террасполь, поезжайте на их центральный рынок, и вы увидите там эскалаторы, тележки, как в супермаркете, и все чистота, и все в плитке, и все цивильное. Кстати, в некоторых элитных, претендующих быть элитными, тоже вот эта колбаса месяцами лежит, и над ней уже такой специфический блеск. Да, 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 есть, да, есть и в Европе тоже сейчас проблемы, потому что в том же, в той, на тех же городах Южных Италии, Греции, где сегодня такой наплыв мигрантов, да, тоже, и грязь, вот я был и в Греции, и в Италии, и видел эту грязь, и они напоминают эти города начала 90-х. А помнишь, в Неаполе что-то случилось? Нет, 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 ну вот в Неаполе я сам видел вот толпу этих людей, где вам говорят, что вечером лучше не выходить на улицы города. Помнишь, когда нас шутили в конце 11-х, Хазанов, что преступность удалось стабилизировать. Если раньше можно было выходить на улицу без 15,8, то сейчас в крупных городах можно выходить без 15,9. И даже когда время часовое поменяли, все думали, что можно будет выходить без 15,10, но оказалось, что все равно можно только без 15,8. А в деревнях лучше не выходить, уже ни с оружием, ни без оружия. Да, вот удалось стабилизировать. А потом, ну смотри, это святое дело, вот как было в России в 90-е годы, да, когда он тогда шутил с Примаковым, там, я на концерте был Примаков, он сказал, «Очень большой чиновник, да, очень важный чиновник, потерял очень большую сумму очень казенных денег». Что интересно, говорит, потерял он ее в центре Москвы, а нашли ее в Цюрихе. Потерял он ее на улице, а нашли в банке. Да, вот то же самое у нас, да, вот очень большие чиновники потеряли миллиард. И что интересно, говорит, потеряли в Кишиневе, а деньги скнули в офшорах. Да, да, да. Говорит, и он говорит, не за что зацепиться. Понимаете, знаем все, знаем, говорит, нити, очные ставки, все, знаем, куда идут нити, да, но, говорит, ничего сделать не можем. Имеем отпечатки пальцев, данные, показания, говорит, ничего сделать не можем, не за что зацепиться. Валерий, меня, знаешь, еще удивляет, вот недавно Игорь Ладон выступал, говорит, ребята, если мы до ноября не подадим ничего, то потом, говорит, все, мы ничего никогда вообще не докажем. Мне кажется, в этом тактика заключается. Дотянем до ноября. Виктор, нам обещали табло в центре Кишинева, где будет тикать возвращение денег. Куда делось табло, куда делся человек, который сказал, а человек, между прочим, не простой сказал, а фактически глава правительства сказал, что будет табло. На этом табло мы будем народу рассказывать. Отсчитывать. Да, отсчитывать, сколько мы вернули. До ноября. До ноября. После ноября. После ноября уже. Мне такое впечатление, что за давностью, скажем, год уже прошел, людей мучить, арестом и так далее. Что вспоминать? Что вспоминать. Народ уже отдает активно этот миллиард, уже два второй, по третьему разу уже отдает. А может быть, кто-то уже еще один миллиард тащит где-нибудь. Иди, знай. Меня, знаешь, что вот здесь удивляло революционность Тапиолы? Или она связана, вот такой борец, чтобы вернуть миллиарды и так далее. Значит, это как-то изумляет или удивляет, как в изумлении. Значит, сначала история успеха, а теперь как вроде не успеха. Я не понял. Он же до того изумился, что вынужден адепта в историю успеха сгонять с трибуны. Как Дарина Киртога, когда он там кричал очередной опус про то, что кто довел, кто не пустил Молдову в ЕС, кто довел города Кишиневцев. Это, конечно, Путин, русские диверсанты, танки, кто угодно. Только не мы, понимаешь? Ну, мне напоминает это старый такой анекдот. Знаешь, когда, по-моему, я не знаю, рассказывал или нет, но расскажу, когда генщик утром чистит китель генералу, да, и генерал просыпается, ему стыдно, неудобно. Он старенький, пошел где-то, выпил, не выдержал, обделал весь китель. Как и полагается. Он говорит, ты знаешь, говорит, вчера шел, какой-то салага взял из окна, просто мне все наделал на китель, говорит. Так я ему пять суток дал. Нашел этот генщик, говорит, мало дали, говорит. Он вам еще в штаны наделал, говорит. Вот примерно так выглядит у нас сегодня господин Гимпу, который говорит, что это заказ Кремля. Вот примерно так, да. Что я могу добавить к этому? Тут не добавишь, не убавишь. Ты на Михаила Федоровича зря попер. Они же с племянником веточки брали. Михаил Федорович сделал для дискредитации политики евроинтеграции столько, сколько бы, даже если бы Путин, если представить, что Путин утром просыпается, у него сразу мысль и собирается в без, для того, чтобы что еще сделать, чтобы в Молдове дискредитируют. Передайте докладную, что Михаил Федорович еще тут начебучил. То я тут думаю, что Михаил Федоровичу это удалось. Эх, не знает Михаил Федорович, какие деньжи, что он упускает. А что вы упустили? Я бы на его месте же выслил счет России. Слушай, выслил счет. Прибалтик. Вон, Прибалтик выставляет за оккупацию, потом они будут за срыв евроинтеграции, потом скажут за то, что мы способствовали срыву евроинтеграции. А Михаил Федорович за, так сказать, продвижение Востока на Запад. Да, 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 это сложно. А, слушай, значит, племянник поет комбат, помнишь, потому что мы рвемся на Запад. Нет, нет, значит. Так вот они, я так понял, продвигают Восток на Запад. Нет, Виктор, мне больше всего удивило, что сторонники Киртока его возненавидели за это. Ну, песня, ради бога. Ну что, если я буду петь песни Битлз, значит, я что, враг России, что ли, или что-нибудь такое. Ну, нравится мне Битлз, нравится мне другие западные группы, нравится мне российские группы. И возненавидели парня. Нет, и парня вас ненавидели за песню комбат или группу. Может, потому и посадили, что ли? Нет, нет, не думаю. Посадили его уже. За что надо? Ты знаешь, мы с тобой в этой студии говорили, что, сколько ни говори, так сказать, сахар во рту слаще не станет, гласит мудрость восточная, где ты работал, да? Нельзя долго обманывать людей. Еще год назад мы с тобой в этой студии говорили, что если власть хочет доказать, что с те 6 лет были неправильными, да, и их проводили те люди, которые сейчас сидят в тюрьме, она должна что-то сделать, чтобы доказать, что она правильно делает. И для меня уже удивительно, как еще год господин Гертока мучил этот город. И зачем это было сделано? Вот мне кажется, вот этот, у нынешней власти, либеральная партия, вот таким, знаешь, грузом, знаешь, который тянет на дно. Они решили его сбросить. И тем самым изумить обыкновения. Да, 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 да. Ну, мне кажется, уже балласт сброшен поздно, спасение утопающее, он уже наглотался воды, и как бы очень сложно сейчас все сделать. А вот давай посмотрим, вот мы коснулись, вот ты хорошо коснулся этой темы Приднестровья, он типа, как этот выдал умник, что пусть они уважают Конституцию, а народ там спрашивает, как же ее уважать, так вы с того бережка и сами-то не больно ее уважаете. Вот, вот с одной стороны, вот если посмотреть, то мы единый народ, я же говорил, мы преднестровцы, только одни с левого, другого с правого. Тот же состав населения, родня, все такое. То есть, с одной стороны, вот это объединение, да оно и происходит фактически. Если посмотреть, вот что сказал их мудрый бывший министр иностранных дел Приднестровья, он говорит, мы и так в симбиозе находимся. То есть, несмотря на эти перепалки сверху, на все вот эти... Виктор, у тебя есть друзья в Приднестровье? Да, круче. Ты с ними разъединялся? Да я там сколько раз, упаси Господь, нормальные ребята. Я ни с кем не разъединялся. Здравомыслящий. У меня там куча друзей, извини меня. Если бизнес с левой... То есть, согласись, что де-факто люди общаются. Ну так не только. Власть, поддержающая на левом и на правом берегу, великолепно делают дела в бизнесе. И мы все это знаем. Да, еще так. Зачем они пытаются нас ссорить? Вот для меня это большой секрет. Недавно пригласили на Приднестровское телевидение, да, но я почувствовал по настроению передачи, что передача выстраивалась на то, что как бы есть такие опасения, да. Вот всякий раз, когда в Москве начинают с кем-то из молдавских руководителей привечать, общаться долго и так далее, у Приднестровья возникает тревога. Они перестают быть любимой женой в гареме, да, и пытаются каким-то образом помешать этому. То есть, ревнуют и там. Да, ревнуют, ревнуют, да, да. Что вот, дескать, уже как бы руководство Молдавии, вот Дадон ездит, обсуждает эту проблему и так далее. Ну, и я там сказал в этой студии простую вещь, что поймите мне правильно, одну простую вещь. Это понимает любой нормальный человек. Молдова не будет существовать как государство без Приднестровья. Ну и вы, Приднестровье, без Молдовы, тоже существует, никуда не денешься. То есть, у нас все равно, рано или поздно, мы объединимся, рано или поздно. Я в это верю. Иначе тогда здесь государства не будет. Но как мы объединимся, вот эти товарищи предложили принуждение и поощрение. Я всегда говорил, что есть только один способ объединить Молдову и Приднестровье легко, без участия внешних партнеров. Это сделать Молдову привлекательной для Приднестровья. Чтобы они не боялись наших политиков. Но как мы можем сделать, как мы можем звать их к себе, когда от нас люди сбежали от наших политиков? Половина населения Молдавии сбежала от собственных политиков. Так и там вроде народ в бегах. Нет, и там тоже народ в бегах. Но если и там, и там народ бежит от политиков... Значит, ни там, ни там что-то не то. Наверное, как это говорят, знаешь, наверное, что-то с политиками надо делать. Видно, народ от большого изумления разбегается. И мы, знаешь, как вот в этом анекдоте, когда два пьяных, знаешь, один лежит в канаве, в грязи, а другой идет вдоль забора. И тот, который вдоль забора, говорит, ну вот видишь, ты свиня какая, лежишь в канаве. Он говорит, ты давай, иди, иди, я посмотрю, когда забор закончится. Вот мы сегодня с Приднестровьем, наши эксперты, политологи с Приднестровьем занимаются этим пинг-понгом. У кого жить хуже? Хуже плохо и там, и там, честно говоря. И очень многое плохо обстоит от того, что мы разделены, к сожалению. И нас искусственно разделяет. Потому что возможности обоих берегов намного выше, чем у каждого. Что могли бы сделать Кремль, я не знаю, Вашингтон, Брюссель, если вдруг бы Молдава не Приднестровь сказали, ребята, а мы тут договорились, да, и мы как бы снимаем эти границы, каким-то образом хотим сделать какую-то дорожную карту, да, и будем делать это. Но нам могут, так сказать, финансирование, да, потому что не секрет, что многих политиков на правом берегу финансируют для того, чтобы этот бросательный вентилятор, навоз, лопаты, и на том. То есть живут люди за счет этого и с этой соскакивать не хотят, да. То есть навоза разбрасывателем хорошо, они боятся, чтобы вентилятор, вентилятор не остановился. Да, да, вот там же вытащат розетку, вентилятор остановится. Да, тогда как же его. И ты с лопатой, с навозом. С лопатой немного победа. Никому не нужно. Да, вот это есть проблема большая. У нас выросли и на том, и на другом берегу тучные стада экспертов, политологов, и так далее, которые привыкли паразитировать, да, мыть деньги, как бы вот эти фонды и так далее, и так далее, и называть это политикой в интересах страны. Как-то кто-то пошутил со мной, а, по-моему, у Толи Голия был на передаче. Он говорит, слушай, ты так говоришь, ты случайно в депутаты не собираешься. Я говорю, нет, никогда в жизни не собирался, не собираюсь ни в министры, ни в депутаты. Вот как в отличие от некоторых, да. Но почему так говорю? Потому что проще всего достучаться до людей, когда ты говоришь то же самое, что они говорят на кухне сегодня. Для того, чтобы узнать политикам, для того, чтобы делать эти опросы и так далее, не нужно звать этих экспертов. Фокусные группы, всякие там проценты. Нужно просто поговорить с людьми по тушам. Вот как ты, да, идешь в своем селе и разговариваешь с людьми. Ты видишь, и я то же самое, я хожу на тот же рынок, я хожу по тем же магазинам, встречаюсь с теми же людьми, разговариваю с ними. И если у человека все нормально, так сказать, с возможностью послушать, да, и сопоставить что-то, то он понимает, чем сегодня живет народ, чем он дышит, что он хочет, что тревожит, чего они хотят, чего они не хотят и так далее. Да, люди у нас разные есть, но в массе своей люди у нас очень мудрые. Потому что я считаю, что вот именно народная мудрость, вот я помню у нас одно время царану и простит, то есть крестьянин наглуплен, и все. С того, ребята, вот особенно первые годы, самые эти тяжелые, вот до прихода Владимира Николаевича, помнишь, калошами зарплаты выдавать, да вообще жуть, что творилось. За счет чему мы выжили. Я вот помню, беседовал с бывшим консулом США здесь Саджем Чивером, кто помнит его рыжий, такой высокий, из Гарварда парень, еще где-то в районе 92-93 года. И парень такой добросовый, ну тихий американец, как полагается, я там подшучивал насчет заданий и прочее. Это работа такая. Виктор, мне это так, мне это... Не, не, слушай. Не, мне, дай только сказать. Я пока сам послом не стал и не понял, что все нормально. Нет, Виктор, ну это то же самое, что как вопрос американке Путину. Правда, что Кисляк встречался с кем-то? Опа. И что он сказал? А что он должен? Да его уволи, если он не будет встречаться. Правильно. Это его работа. Это его работа. Работа журналистов, работа послов, работа разведчиков. И не знаю. Конечно. Она состоит в одном. В сборе информации. И влияние. Для того, чтобы информировать свое руководство. И влияние. И все. И влияние. А сейчас еще добавилось гибридные войны. Там участие в этих самых разных... Ну послы-то, дипломаты в этом не участвуют. Я не особо видел даже наших дипломатов, что американских, что российских. На этих теледебатах, где они приходили, что-то там говорили, на кого-то влияли и так далее. Ради бога. Я этого не видел. Так вот, я закончил историю с Сарджем Чивером. И вот он такой рыжий, высокий, рослый американец. Такой педантичный, скрупулезный. Он пытался понять, что здесь происходит. И однажды он, как-то был солнечный день, и белое вино, может, не сильно было прохладным. И как-то он возбудился вдруг. И как-то он весь, как-то его на искренность потянул. И он мне говорит, Виктор, объясни мне, говорит. Ну, как же так? Вам же дали свободу. Вам дали демократии. Вам дали все. Ну, почему у вас так все плохо? А это было, внимание, 92-93. Еще только казалось вот-вот. Вот. Я так почесал. Репу, думаю, как ему попроще объяснить. Значит, говорю, давай еще по стаканчику, так, для прояснения на доске по-высоцкому. Я говорю, вот мне кажется, что все дело в лексиконе. Он говорит, при чем здесь лексикон? Я говорю, ты выпусти Гарварда, и ты знаешь силу слова. Она магическая. Она может человека там в разные стороны повести. Вы журналисты. Может, вверх, может, вниз. Да, слово и убить, слово можно. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Вот берем слова там, liberty, freedom, там, и тому понятное. Я говорю, по вашим понятиям, вот, как я знаю, у вас там стоит очередь, и по полметра люди друг от друга. Человек понимает, что его свобода кончается там, где начинается свобода другого. Я говорю, у нас как понимать? Слобода? Хлоп. Да-ка я тут и там, и сям, и там, что хочу, то верчу. Вот раз говорю. Дальше. Берем понятие демократии, как ты говоришь. Вот, по вашим пониманиям, это строгое соблюдение процедуры, прежде всего. То есть многие говорят, что в демократии. Я говорю, а у нас понимают так. Раз свобода, что хочу, то и верчу. Что за процедура? Что за дура процедура? И так далее. А теперь представь себе, что мы берем вот эти английские ваши слова, английские ваши термины, и переводим на наш язык. С тем, что имеет в виду любой наш обыватель, значит, когда эти переводы, эти слова перед его глазами. Он начинает понимать нечто совсем другое. Поэтому, говорю, запомни, что если еще с русского языка перевести назад на ваш английский, то ты будешь в таком изумлении, что ты никогда в себя не придешь вообще. И вот он как-то затасковал, как-то этот Сан Шивер пригорюнился. Я говорю, еще один тебе пример. Вот посмотри, республики Средней Азии. На дворе был 92-й, 93-й. Я говорю, там почему, говорю, легко вот был принят коммунистическая идеология, большевистская в частности. Потому что там поняли так. Кто у нас хан? Ага, это генеральный секретарь. Все понятно. А кто у нас, допустим, Бек? А Бек это у нас первый секретарь там республиканского. То есть вы, говорю, психологии, очень легко это было воспринято. Народная мудрость сразу увидела эти аналогии, и все было нормально. А как иначе? Ты понимаешь? А говорю, ваша психология, что пришли ковбои, у кого пистолет длинней, тот стал шерифом, у кого там нажульничал больше, стал судьей, потому что поняли, придут молодые, их перестреляют. У вас, говорю, другой менталитет. Вот как ты думаешь, Валерий, шутки шутками, но от менталитета многое зависит или нет? Как некоторые говорят, это все встало. А знаешь, кто угробил эти понятия? Ну-ка. Да, и разуверил людей. То, что случилось с тобой и с твоим американским коллегой, которого я уважаю, случилось в 1902-1993 году. А уже в 1906 году в России были выборы, которые были напрочь сфальсифицированы. И сфальсифицированы при помощи американцев. Все хвастались. Хотя фальсифировали и губернаторы российские, но американцы о том были. Почему? Сохранить Ельцина у власти. То есть плюнуть на мнение народа, который не хотел Ельцина, проголосовал за другого человека, а сохранить Ельцина. И потом мы видели это, вплоть до организации цветных революций, пучей, свержений и так далее. То есть мы видели полную противоположность тому, что этот человек говорил. Но этот человек он в курсе. Что оказывается, можно сфальсифицировать выборы ради того, чтобы посадить своего сукина сына или не своего сукина сына. Вот когда вот эти игры уже ведутся по таким правилам, ты понимаешь, что все это про демократию, про это самое, это все туфта. Понимаешь, туфта для лохов в третьих странах. Понимаешь, которую можно рассказывать на семинарах Сороса эту ерунду. Она в жизни, в деле, все происходит совсем по-другому. Ну ты знаешь, что... И людей не обмануть. Люди это видят. Понимаешь, они видели, как свергали Воронина с этой революцией. Кто до сих пор знает. Можно ругать Воронина. Плохой, хороший и так далее. Но то, что это была цветная революция, она значит. Но то, что это было сделано грязно, понимаешь. Конечно. И по цветному. И до сих пор никто не знает. И никто не расследовал. И две парламентские... Вон Нагачевский ушел. Две парламентские комиссии. И все-все занимались. Весь аппарат, да, занимался государственной расследованием. Так что такое было 7 апреля? И кто-то до сих пор... Все, понимаешь. И люди это увидели. Люди поняли. Опять же тоже, что если есть бег. Да. Если есть хан. Вот сегодня есть большой хан в Вашингтоне. То не ходит за бархан. И есть бег. И есть бег, да. Вот. Помнишь, как это была история даже с меморандумом Козака, да? Когда один глава суверенного государства пригласил другого главу суверенного государства. А вечером к нему зашел посол и... От хана. И суверенитет кончился, понимаешь. От хана. И гостеприимство забыло и так далее, и так далее. То же самое мы наблюдаем и сегодня, и сейчас. Помнишь, это знаменитое? Есть большой хан. Да, и вот мы... Валер, помнишь, это знаменитое? Говорил мне хан, не ходи за бархан. Ну и не пошли за бархан. То же самое мы видим и сегодня, да? Вот даже история с высылкой пяти российских дипломатов, которая возмутила президента, да? Тоже говорят, мы хотим, чтобы нас уважали. Так что меморандум Козака не показал, какое уважение приходит после этого, да? Когда вы делаете такую, так сказать, такой демарш, да? И давай, скажем так, честно. Лавров же вот вчера буквально выступил и сказал, что да. Да, мы знаем великолепно, что решение высылки наших дипломатов не принималось в Кишиневе. Теперь я задаю вопрос. Если в Москве еще раз убеждается, что Кишинев не самостоятельно к принятию решений, да? А решение принимается у большого хана, с нами будут разговаривать? Нас будут уважать? Нет. И это прагматичный подход. Не потому, что кто-то к нам плохо относится, а просто потому, что мы ничего, если мы ничего не решаем, какой смысл с нами договариваться? И тем не менее... Лучше договариваться с тем, кто принимает за нас решения. И тем не менее, ответ Путина был асимметричный, формально асимметричный, счет 5-5. Но, знаешь, какой бы был симметричный ответ? Не дай бог. Ограничили бы нам доступ на рынки сбыта и труда и ударили по бюджету, но не сделал бы он этого, значит, или ставки тут высоки на предбалканах, и тут и Приднестровье, и много еще каких вопросов. Но, скорее всего, еще и другое. Наконец-то кремлевские чиновники стали понимать, что надо дружить с народами. Вот как ты говорил, люди с разных берегов должны и к этому надо прислушиваться. Потому что, помнишь, Михаил Федорович, когда там обозвал оккупантами, нам перекрыли тогда все эти каналы, и помнишь, что было? И Госдума шумела, там из штанов показывали патриотизм. А это же было не очень-то разумно. Ну, нужно было дождаться. Ведь это, агимпу на радость огрет. О, я бы огрел, что империалисты. Вот, пожалуйста. Сейчас, мне кажется, поумнели. Нет, Виктор, ну нужно было еще и дождаться многих вещей, понимаешь? Даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок держится за месяц. Еще несколько лет назад в тех людей, которые сегодня сидят в тюрьме или подозреваются в коррупции, многие люди свято верили. И вот я одному из таких адептов, который спорил со мной, я сказал, вот представь себе, что я тебе бы на Великом национальном собрании, на этом митинге, да? Мы про менталитет сейчас говорим. Вышел бы и сказал бы тогда, что произойдет с Молдовой через 20 лет. Вот правду нашу. Что бы ты со мной сделал? Он говорит, убил бы. А если я тебе в 2010 году сказал бы, что вот евроинтеграция накроется вот таким медным тазом, воростом миллиарда и всеми этими проблемами, которые мы поимеем, ты что бы сказал бы мне? Тоже бы убил бы. Понимаешь, человек должен сам своей головой дойти. Менталитет должен сформироваться. Менталитет должен наступить на свои грабли, чтобы убедиться в том, что прав он, не прав он, понимаешь? Но просто мне жалко, мы какие-то многостаночники в области граблей. Мы на них постоянно наступаем и наступаем. Сколько же можно? Пора уже учиться на ошибках других. Тем более у нас есть такой прекрасный опыт, прямо под боком, да? Прямо нам люди продемонстрировали, как не надо делать, да? А что нужно? Я говорю, что вот когда мне говорят, что почему ты говоришь, как вот. Я говорю, я не хочу от политиков, наконец, и от людей, чтобы не требовали от политиков, чтобы политики руководствовались в своих действиях, интересами страны, вот этого народа, который здесь живет. Не интересами России, не интересами американцев, не интересами европейцев, не интересами турок, а интересами мы вас выбираем для того, чтобы вы защищали наши интересы. Но если правительство берет и высылает пять дипломатов, как мне объяснил один чиновник из правительства, почему пять? Потому что наших пять чиновников, да, средней руки там что-то с ними побеседовали, отпустили. Вот мы на пять на пять. Так подождите, вы что, интересы этих пяти чиновников поставили выше, чем интересы более чем половины гастробайтеров, которые работают в России? Более чем интересы вот моих родственников, которые сегодня получили возможность продавать свою продукцию, да, и вот как-то хоть подняли голову немножко. Вы чьи интересы представляете? Свои. Валерия, вдумайся дальше. Так почему же тогда вы ходите на выборы, к людям обещаете что-то, да? А потом вдруг приходите... Чтобы изумлять обываете. А потом приходите после выборов и начинаете отчитываться. Не о том, что вы обещали на выборах, что мы сделаем жизнь лучше, мы отремонтируем дороги, наконец, построенные, бодиум, Ивана Раджи. Сейчас мы сделаем это. Нет, ты сказал сейчас, я говорю, да, сейчас. Рабочие места увеличим и так далее. Мы начинаем рассказывать, кто к нам приехал, кто нас похвалил. Меня это уже изумляет. К нам приезжала Моника Маковей. Она похвалила нас два раза. Какое счастье. Большое огромное счастье. Пусть Моника Маковей хвалит еще кого-нибудь другого. Я бы хотел увидеть похвалу со стороны народа, населения. Чтобы народ не сгоняли на митинги, на автобусах привозили. Кстати, в самой Румынии ее почему-то очень не любят. Да бог с ней. А почему меня должна хвалить Моника Маковей? Так у нее дома у себя не очень любят. Кто она такая? В том-то и дело. То же самое, что вот господин Маковей, который другой наш, Петр Маковей, который на американские деньги существует, сделал исследование, как российские СМИ влияют на умы молдаван. Ну отработал копейку. Нет, ну а кто такой господин Малышов? Суслов новый что ли у нас появился? Что он должен указывать, что мне с тобой смотреть, а что мне не смотреть? Мы что, не в состоянии разобраться, посмотрев СНН, Вести 24, я не знаю, Евроньюз, чтобы выяснить что-то? Валерий, у нас так, кому хан дал бабки, тот и специалист. Вот на этой оптимистической ноте мы вынуждены. Меня это просто поразило, знаешь, и все на полном серьезе бросили это обсуждать. А я вас спрашиваю, а кто он такой? Кто его уполномачил? Хану уполномачил. Да, ему кто-то дал грант, он отработал, да, и теперь что, извините меня, я буду жить по нормам, которые установил этот человек, а кто он такой? Я его не выбирал, он мне никто, знаешь, как и я ему никто. Конь в пальто. Ну что, спасибо. У нас, дорогие соотечественники, к сожалению, вот время так быстро протекло, почему вот мы с Валерием избрали вот такой стиль немножко шутливый, там я не знаю, где может перебрались, с юмором, хотя тут и плакать скорее надо, чем смеяться. Но кто-то из очень мудрых людей сказал, только смеясь человечество, прощается со своими глупостями. Вот так оно. Дай нам Бог, избавиться от них быстрее. И чтобы вот это изумление, значит, проходило как можно быстрее. Спасибо вам за внимание. На этой передаче мы обсуждали с Валерием Демидельским, какой непростой этот мир, и как с вот этим вот мрачным, суровым выражением лица Погорину делались и продолжают делаться все мерзости и глупости человечества. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич